Около года назад в старинном центре Харькова увековечили имя одного литературного персонажа. Знаете, я думаю, что при жизни сам полиграф Полиграфыч и мечтать не мог о такой великой чести. Вот и не верь после этого в переселение душ. Если скальпель профессора Преображенского явил на свет новую человеческую особь, то почему бы через сто лет кто-то не взялся этот подвиг повторить? Авторы проекта вовсе не доктора, а рестораторы. И для создания шариков им не нужно было ждать летального случая в трактире. Наоборот, в ресторанном деле, как в театре, все решает ангажемент. Владельцы другого успешного бизнеса решили открыть ресторан и пригласили на проект Анатолия и Викторию Озеряных, людей, создавших в Харькове сеть успешных ресторанов «Синдикат вкуса». Шариков в романе «Собачье сердце» все-таки персонаж какой-то отрицательный. Такой вот на балалайке играл, особо в гастрономии не разбирался, и тут вдруг ему посвящается трактир. Этим названием мы хотели подчеркнуть демократичность ресторана, то есть доступность для людей с различным материальным достатком. Мы даже кухню здесь называем народно-благородная для товарищей и господ. Ну что ж, это смелое решение – усадить за один стол господ и товарищей. Тоже своего рода революционный эксперимент, он же концепция нового ресторана. Впрочем, за сто последних лет антагонизм между трудом и капиталом изрядно поистерся. И булгаковские персонажи, переселенные с Абуховского переулка в Харьков, на улицу Ковитки-Основьяненко, в не менее старинный особняк возле Успенского собора, смогли начать здесь новую благородную жизнь. Разумеется, за сто лет не поменялось главное – отношение профессора Преображенского к еде. Есть надо уметь. А представьте себе ж, большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как, и что при этом говорить. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советские газеты. Советские газеты исчезли. Впрочем, как и сам недостроенный социализм. Коммуналки опять стали нормальными квартирами, куда уже никогда не заявятся жил товарищ. И по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее, мне пора обедать. Вы один живете в семи комнатах. Живу. И работаю в семи комнатах. И желал бы иметь восьмую. Теперь точная копия квартиры профессора Преображенского стала рестораном «Шариков». Именно с двумя буквами «Ф». Не потому, что его бабка, как думалось, согрешила с водолазом. Нет. Хотя почти у каждого человека, если покопаться в родословной, можно найти каплю дворянской крови. Дело в другом. Через сто лет профессор с доктором Барменталем не стали бы мучить полиграфа Полиграфыча обратным превращением в животное. А наоборот, сделали из него человека с помощью понятной еды. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Мучите сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему, позвольте осведомиться. А желания имеют свойство сбываться, пусть и в другой жизни, пусть и через сто без малого лет. Теперь налетай, набирай, чего хочешь и чего душа пожелает, не обидные ваши слова, а вполне пролетарский обед за 27 гривен. Бери сколько хочешь, салатов и закусок, каши, картошки и прочих народных кушаний, холодца и селедки. Ее жену под шубой Шариков назвал перепиской Энгельса с Каутским. И теперь у него нет претензий к социальному устройству мира. А раз так, конфликт исчерпан, остался один всепримиряющий процесс. Блинчики с пылу с жару, приготовленные по старинным рецептам, с чем изволите. По-шариковски, с буженинкой, грибочками, хренком и зеленью. Или ассорти кабинет министров. Блин с ветчиной и сыром, брынзой и беконом. И председательствующий блин с семкой. Из сладких добрая кухарка советует блины по-ленински. Архивкусно, с маком, орехом, изюмом и сгущенкой. Шоколадный автограф – это вам не буржуазные пережитки, а маленький презент для тех, кто захочет облизать тарелку. Поверьте, таких немало и среди господ, и среди товарищей. Уж такие знатные здесь блины. Это все профессорская кухня, где правят бал Дарьи Петровны с Зиночкой. Остальные комнаты, как и сто лет назад, используются строго по назначению. В кабинете профессор Преображенский обдумывает новые грандиозные эксперименты и принимает пациентов. Чего греха таить, омоложение во все века будет пользоваться спросом. В операционной режет кроликов, а отдыхает в гостиной. Каждый уголок квартиры профессора, воссозданный в Харьковском ресторане, не противоречит Булгакову. Но только не подвал. Что с вами? Филипп Филиппович? Такой кабак мы с вами наделали. С этим гипофизом. Ну что вы, профессор, зачем себя казнить? Кабак, он же трактир, у вас в квартире через сто лет вещь определенно полезная. Но где еще можно так легко перемещаться во времени и пространстве? Синематограф и казарма. Буржуйские люстры выкрашены в пролетарский красный цвет и конфискованные у пионеров барабаны. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Елисейские поля. И не надо отрекаться от старого мира, отряхнув его прах с наших ног. Ум, честь и совесть нашей эпохи, конечно, привидение из прошлого. Но сколько там осталось души? И чай с одним сахаром стоил шесть копеек, и восемь копеек с двойным. И проводник, как спасатель, приходил в купе вовремя, когда пассажиры между собой все перезнакомились. Начали травить вагонные байки, и нехватка кипятка в стакане тут же прощалась милому парню. Зато для своих у него всегда про запас находилась белая мицне. И тогда уж точно вагончик тронется, перон останется. Орвуа! Проснемся где захотим, хоть в Рио-де-Жанейро. Главное не опоздать к обеду, потому что у профессора Преображенского железная дисциплина во всем. И ледяной графин может лишь немного покрыться испариной. И послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Но вы благословенная? Бог с вами, голубчик. Дарья Петронс сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. В 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов. В столовой сам царь Николай следит за подачей дореволюционной еды, описанием которой в меню занимался известный лингвист. По непроверенным данным его звали Михаил Афанасьевич Булгаков. Да, стиль нередко выдает мастера. Имеющий уши, да, услышит. Холодец особенный. По рецепту кремлевского спецбуфета номер два. С белыми маринованными грибами, хренком и помидорчиками. Жареный картофель из походного рациона генерала Колчака. Карасики свежеуснувшие, запеченные в сметане по народному рецепту рыбаков московской рыболовецкой артели. Цельная стерлядь Каспийская, любимое блюдо доктора Барменталя, запеченная под изысканным сливово-имбирным соусом с гарниром из овощей с дымком и картофелем в кожуре. Пельмени в горшочке по-чекиске. Ручная работа в бульоне со сметанкой и маслицем из трех видов сочного мяса. Почему-то не выносят телячьи почки. Ведь это отменная вкуснотища по рецепту повара-власа с причистенки. Нет-нет, в кухне полный порядок. Владислав, как и учил его незабвенный влас, свежие почки фламбирует, обливает коньяком и поджигает на несколько секунд. А потом блюдо подается со сливочно-горчичным соусом, пюре и трюфелями. Не зря же Шариков это русско-французский трактер. Осталось лишь добрым словом вспомнить графа Григория Александровича Строганова, который на смертном одре выдал своему духовнику, деду профессору Преображенского, секрет приготовления одного известного блюда – беф Строганов из нежной говядины, тушеной в деревенских сливках. Да с благодарностью взглянуть на монарха. Ведь охотничьи котлетки из оленины и дикого кабана приготовлены по личному рецепту последнего российского императора Николая II с изумительным клюквенным соусом на оладушках из кабачков цукини. За таких людей не грех рюмочку опрокинуть, тем более, что Дарья Петровна сама отлично готовит водку. И не стоит забывать, что после первого же визита Шариков выдает карточку почетного гостя, где накапливаются дисконтные деньги, что-то вроде сберкнижки в отдельно взятом ресторане. Вечером Шариков тоже не спит и не скучает. Открывается Дом культуры, а значит в клубе будут танцы. И снова оживет старинный Харьковский переулок. И потянутся сюда, господа товарищи, скоротать вечерок и культурно провести время. Шариков не единственная ресторанная концепция компании «Синдикат вкуса». Идей достаточно, впрочем, как и литературных персонажей. И если у кого-то есть желание построить ресторан под ключ и иметь для него дальнейшее сопровождение, то обращаться надо к Шарикову в Харьков.